Девушки отдыхают Добрый день! С вами православный календарь, программа Якутской епархии. Сегодня в нашем выпуске Афанасьевская часовня села Столбы, уникальная святыня Верхоянского района. Об истории Зашиверского храма расскажем в нашей рубрике «Храмы Якутии». Собор Московских святых Соборный праздник Русской Православной Церкви в честь святых Московской земли. Является переходящим и отмечается воскресенье перед 26 августа. С праздником связан День города Москвы. И часто они празднуются в один день. Афанасьевская часовня села Столбы Верхоянского района прошел молебен. Вместе с серым монахом Владимиром Шарашиным молились работники животноводческой фермы села. Часовня в честь Афанасьевской александрийского была освящена в 1870 году Дионисием Хитровым. Раньше в живописной местности было село, а сегодня летняя ферма. Жители близлежащего села и труженики фермы старинную часовню очень любят и посещают часто. Но постоянного священника в селе нет. Отец Владимир по просьбе тружеников фермы осветил место под строительство нового корпуса. Сегодня вот здесь неподалеку от поселения Столбы в стойбище мы осветили новый коровник. Вот по просьбе местных жителей, которые здесь трудятся, люди попросили о том, чтобы был совершен этот молебен. Вот чувствуя, что им нужна помощь свыше на эти труды. Вот они трудятся здесь на земле, чувствуют такую связь свою с землей, но и ищут помощи Божьей. Здесь удивительное место, часовня в честь святителя Афанасия Александрийского, старинная, еще освященная Деонисием Хитровым и епископом. В этой часовне был совершен молебен, и совместно были прочитаны молитвы на всякое доброе дело, призвано Божьей благословением, освящено место, где строится новый коровник. Посещение села Столбы состоялось в рамках реализации части проекта «Арктический десант». Якутская земля пронесла через века настоящий памятник крепости веры и духа первых землепроходцев Сибири. Единственная сохранившаяся шатровая церковь на территории от Урала до Тихого океана – Спаса Зашиверская. Ей более трехсот лет. В какую бы даль не забрался православный человек, его вера с ним. Одной свидетельств тому – сохранившаяся церковь во имя Спаса Нерукотворного. Построена она в 1700 году русскими землепроходцами. Этот уникальный деревянный храм был центром заполярного города Зашиверска в бассейне реки Индигирки. В середине XIX века город вымер от черной оспы. И только храм и его колокольня дошли до наших дней. Оригинал был перевезен в Новосибирск, а Якутия вдохнула вторую жизнь в эту удивительную историю. Точная копия Спаса Зашиверского храма расположилась сегодня на живописной террасе реки Лена в музее-заповеднике «Дружба» в Усть-Алданском улусе. Атмосферу Северного Острога воссоздают также отдельно стоящие колокольня, северные ворота и стены в виде тына. Церковь в то время давала статус уездного центра города. С построением церкви Зашиверска получил статус города. Мастера потомки казаков, по версии мастер Андрей Хабаров, получается, есть версия, что это сын Ерофея Хабарова. Копия Зашиверской церкви сегодня это три в одном. Во-первых, образец традиционного древнерусского шатрового храма. Во-вторых, это музей. В трапезной части экспозиция о деятельности первых православных миссионеров, об их вкладе в развитие письменности, литературы и искусства Якутии. И, наконец, это действующая церковь, как и положено, с иконостасом и со службами. Церковь по точным размерам сделан. Сделали по всем правилам. В 1993 году владыка якутской епархии Герма в то время осветил церковь. Сейчас он является действующим. По форме Спасозашиверская церковь напоминает корабль, который несет христиан к спасению. Это самый древний тип православного храма. Называется он базилика. К основной квадратной части примыкает западноширокая трапезная, а с востока – пятигранный объем алтаря. Особую нарядность зданию придают главки, покрытые лемехом, резными дощечками из лиственницы. Деревянные кружева выполнены с учетом колец дерева. Это предохраняет здания протекания. Были учтены и природные особенности севера. Низкий потолок, двойные полы, маленькие оконца – все это, чтобы сохранить тепло в экстремальной холода. Летом же надо было спасаться от летающих насекомых. Висячая галерея, губище. Там собирается народ, там можно петь, друг с другом общаться, спокойно разговаривать. И там очень много окон, как видите, с трех сторон. Это окна, маленькие оконца. Это сквозняк. Там тундра, там ветряно. И вот сквозит, и мошкаров, комаров, естественно, чуть мало отгоняет. Колокольню врата реконструировали также устьалданские мастера под чутким руководством основателя музея, народного писателя Якутии Саоруну Малона. Руководство музея заказало пять колоколов в 2018 году. И сегодня храмовый комплекс, как вызов времени, продолжает напоминать посетителям о вечности православной веры и ее нарушенности. Идем в храм. Самая любимая рубрика нашей телепередачи. Существует ли учение о сатане? В православной церкви не существует учения о сатане. Есть то же самое, как и о бесах. Есть понимание, какие-то указания из священного писания. Есть конкретные указания о том, что сатана также всегда действует на человека. Самое главное, что мы видим, это в Евангелии. Когда Господь, придя, покрестившись, приняв крещение на реке Иордан от Иоанна Крестителя, пророка, Он уходит в пустыню и там борется, там постится в течение 40 дней и борется с сатаной, с дьяволом. Он искушает его всячески, пытаясь соблазнить, видя, что Господь по-человечески хочет кушать. Он соблазняет его, говоря, преврати эти камни в хлеб и насыть. Вот так искушает дьявол, на самое больное всегда давит, что Господь отвергает. Далее дьявол ему показывает весь мир, всю власть в мире и говорит, если ты поклонишься Мне, я тебе дам это все. Господь говорил, только одному Богу следует поклоняться, одному Ему служить. И также дьявол прельщал Иисуса Христа, возведя Его на самое высокое место, говоря, бросься отсюда вниз. И ангелы, ведь заповедано, что ангелы возьмут тебя, понесут на руках слова из 90-го псалма. И Господь также отверг это предложение, говоря, отойди от Меня, сатана. То есть дьявол, он всегда действует в жизни человека. С вами был православный календарь и Анжелика Тупицына. До встречи!